твой профиль в контакте обновился здесь можно выразить себя в контенте в обложке в обложке от нейросети обнови профиль и выражая себя в контакте место встречи давай давай коля поворачивай поворачивай молодец у тебя отлично получается ты опять играешь еще и с ребенком а что это всего лишь гонки нам очень нравится такой как меня достали твои игры еще и ребенка приучил слушай да что в этом такого играть в приставку это весело лучше помогли маме по дому хотя бы убрать за собой игрушки все ай нам некогда давай позже уберем нет мы будем убираться сейчас эй ты мне не мама чтобы что-то запрещать я вообще тебе ничего не запрещала дай сюда путь вот и все явно играть это не честно все детства мне родители запрещали играть в сейчас от тебя еще это терпеть не хватало все я обиделась вот и играй себе сколько хочется ребята а вам когда-нибудь хотелось сделать то что запрещают родителей если да то прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал запрещают ему может быть я тоже хотела много чего сделать что мне запрещали родители если честно я никогда не понимала почему в общественных местах нужно вести себя тихо родители всегда мне говорили не уйдись и быть культурный ничего не понимаю и поэтому сейчас мы будем закрывать гешталь до детства как-то скучно просто валяться на полу в магазине казалось бы ты просто лежишь в магазине даже никто не обращает на тебя внимание всем все равно все ходят за покупками мне интересно нужно прям поорать наверное а в этом что то есть нужно почаще устраивать такие марафоны происходит какая-то перезагрузка что ли знаете вот это эмоциональные фоны у тебя просто будут разлетаются может быть еще можно и попрыгать и попрыгать и попрыгать а еще можно побегать в общем вести себя в магазине неприлично достаточно весело детстве всегда говорили что нельзя покупать ту или иную игрушку это дорогая такая у тебя уже есть наконец-то можно купить себе все игрушки которые хочется погнали в магазин самая настоящая импульсивная покупка это вот такой гигантский медведь который будет собирать пыль и просто лежать на полу как говорят родители 1 иди сюда фиолетовый огромный и мягкий а теперь пойдемте в отдел с куклами ноготочки самое время устроить дома настоящий салон красоты и потренироваться делать макияж кстати а какие вы бы купили игрушки если бы можно было купить все пишите в комментах в общем мне всегда запрещали заводить собаку особенно больших но больших я не особо люблю вот я люблю собачек поменьше они компактнее с ними удобнее и сейчас я буду выбирать игрушки для своей собаки кушет я твердо приняла решение что у меня появится собака в скором времени какой миленький пингвиненок у него пузико пищит мне кажется это будет идеально может быть взять еще вот такого большого ксюша вообще-то тебе нельзя покупать собаку с чего это вдруг все элементарно просто ксюш на канале нет еще 5 миллионов подписчиков нет ну слушай давай объективно что мне мешает самой себе купить собаку а ребята подарят мне вторую на 5 миллионов нет ксюш так дела не делаются нужно добиться 5 миллионов чтобы тебя появилась собака а вы ребята если хотите чтобы у ксюша по-настоящему и по правильному появилась собака то скорее подписывайтесь на наш канал это точно ну ладно что делать-то мне давай так ты сейчас возьмешь себе примеру вот эту вот игрушечку для своей будущей собаки будешь они мечтать каждый день думать они и тогда быстрее собака у тебя точно появится потому что мысли материальные вот держи игрушку ну ладно это будет честно покажите мне хотя бы одну девочку которой мама не запрещала краситься в школу правильно такой нет единственный макияж который я могла себе позволить это наверное блеск для губ краситься я начала полноценно где-то летом после девятого класса когда начала первые жизни работать но также любая девочка пыталась обхитрить обмануя свою маму и изредка могла воспользоваться ее тушью и иногда я могла прийти в школу вот так вот то есть немножечко накрашенные брови и реснички конечно брови я раньше красила не так это было что-то с чем-то начало было безумно черное конец черный это было просто единая сплошная линия а реснички я красила я просто брала тушь открывал ее прислоняла и все и тогда я считала что я просто богиня самой красивой девушке на свете ну и самая популярная фраза мам когда мама видит дочь которая красится в школу звучит так ты зачем школу ходишь краситься или учиться ну или что-то наподобие такого ты школу ходишь красоваться или знания получать поэтому сейчас я немножечко дополню свой макияж добавлю ярких стрелок потому что нынешний макияж меня полностью устраивает не хватает маленькой детали ярких стрелок это матовая бордовая подводка я весь 2021 год и конец 2022 года проходила с этой подводкой ну что приступим на самом деле красить стрелки в момент когда уже накрашены ресницы очень сложно и очень муторно но когда меня это останавливало погнали как вам мои стрелочки я считаю они полностью идеально с такими стрелками меня бы точно не отпустили в школу и даже если бы я тайком накрасилась пока там мама на работу уходила и пришла в школу так я чувствую учителя бы точно позвонили и сказали что здравствуйте ваша дочь выглядит немножечко не по стилю школьному и пришла бы я домой и отхватила бы я знатного ремня я же взрослый буду смотреть телек весь день как я долго этого ждал саша у нас дел по горло суп не сварен еда не приготовлена да помоги мне лучше нет я занят я же сказал буду смотреть телек целый день саша ты уже три часа телек смотришь может хотя бы поешь не могу я весь день обещал себе смотреть телевизор не хочу я суп я и так газировки напился теперь в туалет хочется не могу саша что значит не могу иди сходи хотя бы в туалет не хватало нам здесь еще сюрпризов так ладно появилась идея возьму с собой что такой тяжелый аня блин не получается на фига мы такой большой телек купили ты совсем с ума сошел телевизор еще в туалет тащить ладно тогда неси туалет сюда я никуда не уйду в детстве мама всегда запрещала покупать много сладкого и есть его как хорошо что теперь у меня появились свои деньги я сама решу что буду есть погнали в магазин я сейчас куплю все сладости мира где тут отдел со сладким буду брать абсолютно все на что падает мой взор еще возьму круассаны нет лучше большие моя прелесть сладкого много не бывает ну вот наконец-то я съем столько сладкого сколько в меня влезет и никто мне ничего не скажет какой вкусный сладкий краса просто бесподобно буду есть это целый день и ни одного зуба у меня не заболит и кариеса не будет ань ты бы поаккуратнее со сладким если ты не забыл от него еще толстеют сегодня нет жесть чё ж так холодно то маша тебя случайно нет шапки с собой нет ксюш я вот сама в капюшоне стою и вообще о своем здоровье нужно заботиться самой вот я знала если мне будет холодно то я накину капюшон а у тебя что ни шапки ни капюшона и не шарфа где твоя ответственность тебе 20 лет скоро ой не напоминай а да что не напоминай ксюш третий десяток пойдет ты элементарно о самой себе позаботиться не можешь в первую очередь нужно думать о своем здоровье ты понимаешь что своими ушами может происходить женское здоровье превыше всего ты как никак будущая мама я мама я и дети да ксюш поэтому иди в магазин и покупай себе живо шапку шерстяную или да шапку с начосом ну а маша какая шапка ну может уже домой пойдем мы тут дольше простоим ты не тут не мамкой ладно а вообще я специально не надела шапку потому что мама мне всегда запрещала ходить на улице без шапки как же я ненавижу делиться вкусняшками особенно которые ты хотел весь день и мечтал о них мама в детстве говорила что со всеми нужно делиться хоть у тебя будет одно яблоко его нужно будет поделить пополам и отдать своему другу а вот сейчас я накуплю себе столько вкусняшек и не с кем не поделюсь неужели это все моё как она пахнет это одна из самых моих любимых печенек как же меня радует тот факт что я не должна делиться с ксюшей маша ваш привет начата не написала что ты здесь будешь ксюша уходи ты такой уходи я только пришла ты себе тут столько всего набрала ну-ка давай посмотрим нет ксюша уходи иди туда куда ты собиралась идти да я тебя хотя бы денёчек отдохнуть а какой денёчек ты хотя бы два часика тебя отдохнуть вообще-то я сюда и шла и ты я смотрю взяла мой любимый кофе нет тебе нельзя он с кофеином не а вот буква d это означает без кофеина это не отменяет тот факт что это напиток я взяла себе уходи маш какая муха тебя укусила с каких пор тебе жалко мне взять кофе не поверишь ксюш всегда было жалко а сейчас в 10 раз больше наш все нормально может быть что-то случилось суша не беси меня уходи по-хорошему пока я добрая маш мы с тобой вчера виделись все было нормально что произошло ничего просто уходи ладно напишешь как успокоишься вот и славно как же приятно все-таки ни с кем не делиться о вот помню это в детстве не пачкой новое платье мы тебе его только купили всю жизнь мечтала это сделать ну и где здесь моя обновочка иди сюда красота хоть прям сейчас иди на школьный выпускной но пора воплотить мечту жизнь бутик с мазиком настало твое время приятного мне аппетита как вкусно ой все течет и руки какие грязные ой упала мамочки прямо на чистое платье и на новое как это вкусно каждый пальчик обрежу ну просто одно удовольствие оооо красота где же мама которая будет меня ругать вот оно чистое платье теперь все в горчице кажется аня сошла с ума саш хочешь бутербродика никогда не понимала почему родители не разрешают долго сидеть в телефоне что в этом такого играешь в игры слушаешь музыку сидишь в социальных сетях ничего же плохого не может случиться именно поэтому сейчас я буду сидеть в телефоне столько сколько захочу никто мне не указ никто не будет гнать меня спать что хочу то и делаю погнали что кому надо маша алло ну в смысле где я подожди а сколько время аааа слушай эээм я уже еду угу нет маш ты что я на диване маш ну я проспала ну я очень долго в телефоне вчера сегодня уже сидела перед сном я наверное часа два три поспала ксюша ладно ладно маш я собрана все равно я это сейчас выйду и приеду ехать мне час ксюша я тебя ненавижу да маш я тебя тоже очень люблю ладно не самая лучшая идея мне всегда было интересно попробовать снег но правда родители в детстве мне запрещали это делать и настал тот самый момент когда я уже взрослая полностью сформировавшаяся личность решаю попробовать снег ну правда так как уже наступила весна и он уже не снег а полу лед полу растаявшая вода но думаю разницы никакой нет зато он такой красивый как кристалл вы только посмотрите все так отражается все так блестит прям видны снежинки пробуем а вдруг это не вкусно будет я разочаруюсь во вкусе снега ну вода она и в африке вода на самом деле это крутая замена воды но правда лучше в городе такой снег не есть потому что здесь и собаки ходят и люди ходят и машины ездят ну и как мы знаем на улице не особо свежий и чистый воздух поэтому если есть снег то только в лесу а вообще мне даже понравилось и поэтому я пойду есть еще снег не снимай не покупай всякую ерунду как же я ненавижу эту фразу потому что я хочу купить всю ерунду которая существует на свете и для этого я сейчас отправлюсь в магазин и посмотрю что там есть погнали вместе пижамы с гарри поттером я просто не могу пройти мимо такого только посмотрите тут еще есть для детей я и коли куплю будет у нас гарри поттер фэмили лук подождите а может они тоже взять а они я возьму рюкзак но перед тем как купить какую-нибудь ерунду я конечно же должен ее поменять ну-ка ты ерунда мне не подойдет по моему идеально я тоже не удержалась Гарри кто любит гарри поттера так же как и мы обязательно напишите об этом в комментах мы сами человеки простые видим что то с гарри поттером сразу это покупаем кстати я вам еще не показал я взял еще носочки одни для николая одни для папы и одни для мамы обожаю покупать всякие безделушки в детстве мне мама всегда запрещала бит татуировки я даже помню она меня очень часто ругала когда я просто рисовала на руке она считала что на уроках нужно учиться а не рисовать на руке на самом деле тангенцы катангенцы мне не помогли в этой жизни за всю мою жизнь а вот умение рисовать на руке мне пригодилось на съемках реально никогда не думала что рисование на руке мне поможет поэтому я решила сделать себе переводную татуировку на данный момент потому что элементарно тату машинки у меня нет чернила специальных нет и человека который умеет бить татуировки тоже нет и вот посмотрим что из этого выйдет и если мне понравится то я наверное набью себе татуировку настоящую я пожалуй выберу все эти рисунки так сказать сделаю забитый рукав все татуировки уже подготовлены теперь я их буду накладывать себе на руку мочить салфеткой и ждать чудо в общем говоря у нас получился вот такой шедевр точнее его надо вот так показывать потому что люди же смотрят все же и мне действительно это очень нравится как это все смотрится необычно видеть какой-то рисунок на своем теле когда ты всю свою жизнь если рисовал то только ручка которая смывается спустя несколько дней и я подумываю набить настоящую татуировку если вам нравится такая идея если вы хотите увидеть как я бью татуировку то пусть тогда под этим видео будет 500 тысяч лайков каждому это говорили не ешь много фастфуда почему ладно я знаю это вредно но какая разница сегодня я нарушаю все правила и самый вкусный фастфуд это конечно же макдоналдс где здесь самая огромная булка ага это биг мак с четырьмя котлетами только посмотрите сколько всего я себе накупила две колы разных размеров три разных картошки помимо обычной фри смотрите что я нашла уверена вы такого не видели короче эта картошка фри в форме чипсов репленая не хрустящая вообще класс очень необычно ну и еще я взяла две булки что нельзя есть много фастфуда сейчас я съем это все четыре котлеты хочу чтобы это поместилось у меня в рот вот это наслаждение вкусно жирно сочно и все это запить сладкой газировочкой на всякий случай взяла зиро чтоб точно не потолстеть и конечно же побольше картошки фри потому что это самое вкусное это очень сытно боюсь за один раз не влезет не чавкать всегда в детстве говорили не чавкать за столом как будто кому-то это мешает может быть мне так вкуснее поэтому я сейчас буду чавкать так громко что услышит весь торговый центр и для этого я возьму вот эту удивительную картошку которую я вижу в первый раз в жизни слушайте это прекрасно я ждал этого всю жизнь так реально в сто раз вкуснее ну вот что плохого в ютубе родители сами целыми днями сидят и смотрят телек а в ютубе можно найти кучу разных каналов вот например вот этот да ладно тебе вот смотри я шевелюсь хожу и ничего не происходит ну вот классные веселые забавные ролики которые поднимают настроение нет родители смотрят целыми днями телек с какими-то там новостями научными программами еще что-то сидят и просто вот с таким лицом а тут и посмеяться и поплакать и испугаться можно и что-то новое узнают ютуб это же вообще классная платформа что они его не любят люди стараются снимают днями и ночами тратят огромные деньги чисто для того чтобы ну не знаю в среднем минут 15 человек посидел посмотрел на что-то классное на каких-нибудь животных на приключения на путешествие на какой-то классный контент нет такое мы не любим такое нет нельзя смотреть не понимаю ну а мне в детстве родители запрещали ходить по ночным темным страшным непонятным переулкам и это понятно потому что там во-первых темно редко кто ходит я маленькая вдруг что-то случится даже элементарно если я ногу подверну кто мне поможет правильно никто потому что элементарно что правильно нет людей и поэтому сейчас мы будем ходить по самым темным переулкам и будем исследовать неизведанные места знаете как из мультфильма ёжик ты тут людей вообще нет не хватает действительно звуков сов есть ветер холодно света практически нет и на самом деле очень страшно ой холодно то как а еще переулок страшный тут такая ель или это сосна нет это ель одной страшно я хочу к маме мама Маш ну ты чего разоралась ты я аж здесь ты не одна Ксюша может быть пойдем домой мне очень страшно я хочу пить кофе или чай или что-нибудь сладенькое пожалуйста я хочу домой под одеялко мне очень страшно Ксюшенька родненькая пойдем домой скорее пожалуйста я то слышала я здесь не останусь Маш да ничего же не было эй Маш не оставляй мне здесь одну и почему нам всегда говорили что нельзя гладить дворовых собак они ведь такие милашки я считаю что дворовые собаки наоборот самые добрые и сейчас я вам это докажу привет ты такой хороший такой у тебя большой нос не очень то и нравится да когда его за носик трогают но погладить тебя можно да может быть это помесь Дога и овчарки посмотрите какая у него лапа это настоящий Сириус Блэк просто как моя ладонь и дворовый котик тоже пришел смотри какой классный он наверное голодный очень хочет скушать рыбки в общем дворовые животные очень добрые а этот черный вообще со мной сейчас пойдет это он поцеловал вас сделаю доброе дело пойду в магазин и куплю им корм как и многим мне мама в детстве запрещала есть много мороженого под угрозами что я заболею в этом есть смысл но все таки мороженого сейчас мне очень хочется как же это вкусно думаю что от такого количества мороженого мне вообще ничего не будет но вот мама бы меня точно поругала Ксюш на улице зима вообще-то ты не боишься что у тебя горло заболит неа Маш вообще нет в общем в моем детстве были очень похожие качели на это но основание было сделано не из каната а из железа поэтому мама мне запрещала на них кататься потому что это было очень травмоопасно но сейчас все сделано намного безопаснее поэтому пришло мое время все таки покататься на этих качелях слушайте а это весело опа и вперед назад вперед назад блин это реально классно я себя чувствую с серфером конечно будучи маленькой я бы на такой штуке не устояла поэтому мне кажется мамин страх за меня оправдан вот слушайте мне здесь реально нравится я тут еще покатаюсь немного ну нельзя кататься на скейте мне все детство это говорили мол ты упадешь сломаешь руку да какая разница главное что до этого момента мне будет невероятно весело ну что погнали и совсем не паду так что можно сказать что это весьма безопасное занятие виууууу кататься на скейте это очень круто буду делать это целый день нуал hamburg ай блин как больно так ай communities Вот скажи, ты когда-нибудь понимал этот прикол, почему нельзя оставаться на ночевке у друзей? Неа, вообще никогда. Что в этом такого? А давай разыграем с тобой эту типичную сцену. О, давай. Я знаю все слова наизусть. Приготовились? Мам, а можно мне на ночевку, Каленке? На какую-то еще ночевку. Ну как, мы сначала обязательно сделаем домашнее задание. У нас с ней общий доклад есть. Потом включим фильмы, будем смотреть их с вкусняшками. Поснимаем прикольные видосики, но в конце концов, мы же подружки, у нас есть много тем для обсуждения. Там поспледничаем в конце концов. У тебя что, своего дома нет? Почему? Есть. Но все же я хочу у Аленки переночевать. Нет, я не разрешаю. Ну мам, ну почему? Ну вот чем нормальным можно заняться на ночевке? Что вы там будете делать? Ну я тебе уже все объяснила. В основном болтать, ну и спать, конечно. Спать можно и дома. Мам, наш разговор уже пошел по спирали. Я просто хочу остаться у своей близкой подруги дома, где мы будем действительно находиться дома, в безопасной атмосфере. В конце концов, я могу дать тебе ее домашний номер телефона. Нет, нельзя. Да почему? Потому что я так сказала. Очень сильный аргумент. Да, этого тебе должно быть достаточно. Фух, как же хорошо, что наш челлендж делаю все то, что запрещают родители. Эй, а ты куда пошла, Маш? Маш! Пока, мам! Завтра утром буду дома. Часиков где-то к одиннадцати. Не скучай! Мама в детстве мне всегда запрещала мерить всякую странную одежду, которая нравится мне. И сама всегда выбирала мне образы. Поэтому сейчас я наберу себе несколько образов только из той одежды, которую захочу взять я и которую никогда бы не разрешила мне взять мама. Ну что, первый образ я уже нашла. Выглядит он полностью вот так вот. Короткая черно-белая юбка, черно-белая кожанка и кофточка. Выражаясь на современном языке, моя мама бы сказала, что это cringe. Но мне образ очень нравится, поэтому его мы поверим первым. Хотя нет, я передумала. Я возьму вот эту черную кожанку. Мама бы сказала, фу, что за надписи, а мне очень даже нравится. Мама ненавидела, когда я одевалась в полностью черные цвета. Поэтому следующий образ я соберу total black. И выглядит он вот так. Это вот такой длинный плащ и водолазка, насколько я понимаю. Еще почему-то мама всегда запрещала мне носить голубые вещи. И это крайне странно. Поэтому я решила отыграться на голубом платье. Мама также не любила вот такие вот рюшечки, вот это вот все. А мне очень даже интересно, как это на мне будет сейчас смотреться. Также мама не позволяла мне надевать кислотные цвета. Поэтому эта курточка идет со мной. Вместе с этим зеленым костюмом. Также мама не особо любила, когда я надевала на себя принты в виде животных. То есть это леопард, зебра. Поэтому это платье в расцветке зебры, мне кажется, подойдет идеально. Ну что, меряем первый образ. Мне безумно нравится. Конечно, юбка коротковата. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Вот. Косуха потрясающая. Мне очень нравится. Мне кажется, главная изюминка в этом образе это носки со Сквидвердом. Ну, а в целом, в целом, мне кажется, это очень даже. Мне даже вроде идет, наверное. В общем, этот образ мне очень нравится. Но настало время мерить второй. Мне абсолютно нравится этот образ. Во-первых, total black. Я всегда так одеваюсь в жизни, во все черное, черно-белое и так далее. Здесь офигенный длинный плащ. Я не знаю, это больше лонгслив или водолазка. Не знаю. Но выглядит вместе еще и с моими берцами потрясающе. Я как герой из фильма «Матрица», реально. Мне вот черных очков не хватает и все. Ну что, а теперь настало время мерить внимание что? Правильно. Платье. В общем, мне очень нравится цвет. Очень нравится ткань, из которой сделано это платье. Но фасон мне реально не нравится. Видимо, мама была права, и Тирюша, это не совсем мое, как минимум. И мне кажется, что поясок, резинка на поясе должна быть чуть ниже, потому что она идет прямо по ребрам, а пояс у меня вот здесь. Вот. И если бы... Нет, мне нравится. Мне очень нравится цвет. Да, фасон... Настало время кислотного образа. Итак, мне очень нравится костюм. Он не совсем сочетается с курткой, потому что куртка намного ярче. Образ сам по себе очень теплый. На весну, на лето вообще, конечно, не подойдет. И, если честно, мне кажется, что я долго в таком не смогу сходить, потому что у меня прям уже реально болят глаза. Вот. Но костюм сам мне прям очень нравится. Вот на зиму, наверное, на следующую я себе такое возьму. Остался финальный образ. Это образ платья-зебра. Это будет самое интересное, мне кажется. Больше всего в платьях и, в принципе, вещах я ненавижу наплечники. Здесь они есть, но они выглядят очень даже сносно, наверное, так. Итак, стоит подвести итог. Какой образ мне понравился больше всего? Наверное, это первый. На удивление, с короткой юбкой и косухой. А меньше всего, наверное, платье. А какой образ понравился вам? Пишите в комментариях. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Что больше всего запрещали делать вам? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok